Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с Лианой идем делать проверку моего макияжа. Как вы помните, недавно я рассказывала вам, что нас посетила замечательная идея сделать мой же макияж в салоне. Поэтому сегодня будем тестировать дорогой салон и дешевый салон. Но кто куда пойдет определит помадку? Конечно же. В этот раз Лиса будет жребий за спиной делать, чтобы вы не говорили, что я подменяла, потому что я не подменяла. Вот я точно просто не подменяю. Помада Maybelline это будет, типа, то, что идет дешевый салон, извините. А Тома Джерри это тот, что дорогой салон. Ну, давайте подменим будем. Может, это положиться карманы. Лиан, тебе нужно, короче, залезть в воде за моих карманов. В какой карман ты залезешь, в тот салон и пойдешь. В какой карман? В тот салон и пойдешь. А, вот это настолько, да? О, господи. Я очень рада поехать в дешевый салон, потому что я не хочу платить 15 тысяч за макияж. Супер, я довольна. Макияж будет стоить в дорогом салоне очень дорого, и я пойду прощаться своими деньгами. На самом деле, проблема в том, что это даже не макияж. Как они сказали это называть? Это художественный макияж. Когда мы искали салоны, очень много салонов отказывались и очень завысили цену, потому что это художественный макияж. Сейчас, Лисия, пойдем в мой салон, потому что мой салон на час раньше. Главное, не ошибиться в этот раз и приехать туда, куда нужно приехать. Кто не знает, в прошлом видео Лиана приехала ко мне. Из-за этого она опоздала в свой салон. На сколько? На час сорок, да? Нет, не на час сорок, меньше. Посмотрите видос в прошлом, да. Я зашла к Лисе в сториз, смотрю, у нее там фотка с ратовыми масса, где, ну, ее фотка. Зайдите, кстати, к ней в инсту, подпишитесь, чтобы сториз увидеть. Отличная фотка, мне нравится такая фотка. У меня даже подобного плана фотка на аватарке пока стояла раньше. Короче, здесь фотка. И я говорю, офигеть, ты тут как будто бы немножко полнее, у тебя тут такие щеки. Она говорит, нет, такая же вроде. Я говорю, ну, в жизни тебе ни за что нет таких щек. Она такая, ты только что меня обосрала. Она говорит, по факту ты хотела сделать комплимент, но все очень плохо. Просто невластно. Просто вот так вот. Расскажу вам историю. У меня передние два зуба, они как бы ровные, но они, вы сейчас не увидите на камере, они на миллиметр, миллиметр, буквально выдвигаются вперед с остальных зубов. И я говорю об этом Лисе. Ну, типа, что вот, думала там брекеты носить, она говорит, я ради этого носила капы, чтобы у меня передние два зуба выдвигались вперед. Я такая, че? Просто как это возможно, как это работает? Вот так вот. Очень круто. Понятие красоты Лисы и понятие красоты людей обычно. Блин, так красиво, просто жесть. В Москве настолько редко бывает солнце, что для нас, мне кажется, это просто вау. Солнце. Ботинки зацените у Лисы, мне кажется, если здесь плохой макияж, то всем хана. Да, пожалуйста, сумкой Прадо по грязи внизу, давай. Лучше вот это зацените, это лучше мальчики решим. Ой, значки офигенные. Да, салико. Так, мы приехали. Давай, чтоб я забилась какашка. Оп-э-та-та, вот так вот, ножками по грязи, хорошо. Слушайте, ну снаружи выглядит очень так массивненько. Слушай, ты в салон приехала, ты уже... Ой, простите, пожалуйста, извините. Дешевый салон. Так, все, стресс начался. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А, здесь воздеться, да? Да, раздеваться. Сейчас, девочки, расскажите, кто из вас на... Я. Не, не на массаж, а на макияж. А, ну, я на макияж. Салисарш. Да. Приготовить... Ой, да, если можно, вода просто, то было бы здорово. С лимоном, без. Да, просто. Хорошо. Присажите, девочки. Ну, еще, спасибо большое. Здрасте. Здравствуйте, я. Все, пожалуйста. А все уже? Да, а вам чай больше? Уже предложили, спасибо большое. Блин, реально очень интересно, как тебе макияж что-то сделают. Аллергия была на косметику? Нет, ничего такого. На самом деле, было очень приятно, когда мы пришли в салон, и они сразу спросили, кто придет на процедуру, или она сказала, естественно, что это она, но мне тоже предложили чай, кофе, водички или вообще с чего угодно. Я просила, чтобы им принесли воды, мне принесли воды, давайте пока посмотрим сам салон. Конечно, просто восторг. Я думаю, вы все согласитесь, что салон не супердорогого класса, который выглядит так, это просто 10 из 10 по меркам, я не знаю, салонов эконом-класса. Хотя какой это салон эконом-классный? Давайте будем откровенны. Это выглядит очень круто и во многом гораздо круче, чем какие-то люксашные салоны. Ну, честно, просто вау. Ваша вода. А, спасибо большое. Не помешала я вашу слюбку? Ой, да, нет, вообще, мы так. Адаптируем, потрогайте крови не глазами. Да, да, но здесь махиаш нужен такой же, потому что в этом смысле спорт. Хорошо. Да. Вот это до, вот это до. Это до, вот такая вот до. Посмотрим, чтобы... Я считаю, что здесь вообще все пока что слишком хорошо, и мне уже страшно ехать в свой салон, потому что просто вот это вот все, это, конечно, нечестность, кроме слов. Ну, я бы никогда в жизни такое не повторила, честно. Да, на самом деле... Ничего сложного? Ну, может, потому что просто я не особо краситься умею. И цветопридача, очень правильно. Человек, который осознает, что будет проблема с макияжем, выглядит так. Добавлю немного флюиды от Сергея Нового. Чего добавите? Это жуткий флюид хайлайтер от Сергея Нового. Если основы смешивать, то Гожа, Великий, Здоровый, Европейский, Северный. Ого, я первый раз слышу имя Сергея Нового. Я страдаю, что такой плохой свет у меня. Ну, ничего. Свет сейчас добавлен в сус, на новую линию и адресскую салон. О, это было бы офигенно. Короче, мне не хочется больше вам выдумывать какие-то дебильные истории, и мы снимаем видос на YouTube, просто сравниваем макияж. Потом подруга поедет в другой салон, делает такой же макияж, и в итоге мы сравним... Это как было? У кого лучше? Потому что мне бесит эта тупая история, которую я выдумывала. Я признаюсь честно, это такого плана я первый раз взял макияж. Да, но я думаю, что в роду все получится. Просто, ну, в салоне только коммерческий макияж, и, соответственно, возрастная категория в данном салоне, это достаточно взрослые женщины, да? Взрослые женщины, да? И, если честно, когда я услышала, в тот момент я еще была в салоне, что Ля сказала, что это съемки для YouTube, я поняла, что это будет полный провал, потому что после такой информации в лицо у человека начинается стресс, и когда у человека начинается стресс, он начинает косячить. Я не буду вам спойлерить, что будет дальше, просто смотрите, но, блин, вот она реально совершила великую ошибку, и не потому что она сказала правду, а потому что она реально поставила человека в такое состояние, что он начал стрессовать. Он очень сильно занервничал. Я с стороны вижу, что пазнь теперь просто стала трясти, и такая, блин, все. Кажется, у нас минус макияж будет с ее стороны. Кстати, я болею, поэтому мне больше от нее на волос. А видео было записано еще до того, как я покрасилась. Продолжаем. Короче, помните, в тот раз я приехала в мега-дорогой салон за 15 тысяч макияжем, но визажист опоздал. Что вы думаете, сейчас произошло? Лена приехала, нормально ее уже красят по полной. Мой визажист пишет сообщение, извините, пожалуйста, наш визажист задерживается, он опаздывает на 15 минут. Вы можете приехать попозже? А я не могу приехать попозже, потому что у меня потом куча дел. У меня время буквально впритык. И я не понимаю, почему мне вечно так все, почему вокруг меня люди вечно опаздывают? Я уже наверняка знаю, что мой мастер опаздывает, но с ними нет. Я приехал к салону, тоже находится в нормальном месте, вот, собственно, салон. Давайте зайдем, посмотрим, что нам интересного расскажут, потому что опаздывать мне круто. Салон, конечно, очень красивый, я покажу вам потом подетальнее, но, сами понимаете, на фоне прошлого салона и не скажут, что этот салон так-то в 5 или в 6 раз дороже. А мастер когда будет в итоге? Нужно будет немного подождать, максимальное время в 14-15. Он уже подъедет, он просто со съемки опаздывает, я предупредила. Ну да, вы написали об этом за 30 минут, это, конечно, не очень круто, потому что у меня времени буквально впритык. А во сколько вам нужно будет? Ну, вообще, у меня полтора часа выделено на макияж. Мы успеем быстрее, не переживайте. Вот такой вот интерьер в этом прекрасном салоне, на самом деле, очень красивый, мне нравятся у них инсталляции на потолке и то, что они используют в интерьере синие, это выглядит прям очень клево, потому что цвета видно, что очень дорогие и все классно продумано. Что ж, смотрим и ждем. Очень смешно, что у Лисы опаздывает мастер, как и в прошлый раз, поэтому вообще нет ничего такого, нормально, люди опаздывают, просто Лисы очень любят какие-то люди опаздывают. И это забавно, что у нее второй раз уже так же. На самом деле, не очень забавно, потому что у нее потом планы. Но я веселюсь. А что еще делать? Веселиться. Смотрите, как прикольно получилось. Мы накрасили верхнюю слизистую и ощущение, что нижняя слизистая тоже накрашена, потому что я моргнула и просто отпечаталась. Мне кажется, это лайфхак. Сейчас пока просто насветляю на такую часть и закреплю правильно. Ну, что связи с плюсом, предложили мачо. Прикольно. Мачо обычно не продавают. Весело. Чтоб вы понимали, прошло уже более 15 минут. Уже, по идее, все-таки надо было начать меня краситься, но все еще пока нет. Сейчас у вас есть? Сейчас есть. Короче, в итоге визажист пришел и забавно, что у меня тоже в этот раз был визажист-мужчина. Как такие стоп-водения вообще случаются? Честно, мы не договаривались. Но ладно, суть не в этом. Как вы понимаете, опиздание визажиста это уже провал. Но этот мастер не может сходу начать тебя красить, поэтому ему еще нужно подготовить стол, инструменты. Короче, в итоге суммарно минут на 50 была задержка. Можно было бы снять просто научное видео, как я кидаю инструменты визажиста, но я же не конченая, и поэтому я не буду даже не акцентировать на этом свое внимание, так как свое недовольство и ограничение времени я уже спокойно высказала администратору. ...много задержания. Сделаем скидочек минус 20% по времени. Мне самое главное, чтобы по времени успели. Мы успеваем, успеваем, не переживайте, уменьте работать быстро. Хорошо. Хорошо. Что-то сейчас есть? Нет, вообще ничего. Можете волосы убрать, чтобы вот это вот не мешало, а то она никак... Не мешает, ничего страшного. Хорошо, ладно. Ты даже похожа на девочку с фотографией. А, спасибо. Ну, потому что это я. Да? Да. Мне просто красили в другом месте, мне нужно еще раз этот макияж повторить. Но я не обещаю 100% сходности, так как рисуют разные руки. Ну, каждого мастер, да, свой, это понятно. Но я могу приблизительно сделать. Хочется даже, чтобы еще лучше было, чем это фотки. Я ждала комментарий о том, что макияж на фотке по технике убог, но его не было, и я радуюсь, что вышло на тот уровень. Когда меня не критикуют профвизажисты, офигеть. Мы решили надеть накидку, потому что тени осыпаются, чтобы не замрать в ходе. Это плево. Мастер Ульяны очень нервничал, и тени оказались вообще не окей, абсолютно неподходящие, поэтому дальше пришлось оказывать ему поддержку и успокаивать. Все супер. Ну, пока же все хорошо. Все хорошо, вообще даже не переживайте. Все умеется. Да, да. Главное кайфануть просто от процесса, вообще не волнуйтесь. Мне очень интересно, как там дела у Лисы. Прям капец. Вчитывая то, что и мастера падает, я еще не должна ничего делать некие. Держим за нее крестики. Мне очень понравилось, что мою кожу начали подготавливать при помощи очень хорошего средства от Estee Lauder. В эту штучку как базу, да, используете? Нет, не как базу. Как базу я в подготовку к макияжу. А, я просто даже не знала, что я можно так использовать. Прикольно. Грубо говоря, просто нормально. Ой, я буду теперь тоже так делать. Потом я увидела у моего визажиста Шоу Емура и вообще, в принципе, очень хорошую косметику, которая обычно не желтит, и которая реально мне супер сильно подходит. Плюс к тому же еще из реально люкс-сегмента, даже премиум. Все, что я нанесу, будет хорошо делать. Хорошая красота. Все, что я нанесу, будет хорошо делать. Хорошая красота. Прикольно. То есть, получается, сейчас вот три цвета разных намешали? Не три цвета, а три текстуры. А три текстуры, да. А цветы сейчас буду еще аджастером. Мне очень понравилось, что меня еще также предупредили, что для такого макияжа нужен суперсильный плотный тон и на фотографии именно такой, и типа вамок или неок. Это прям супер. Цельно может не получиться. Ну, не совсем. А именно чуть более ярко, да, получится. Ну, постараемся сделать максимально приближенную. Да. Вот. Насколько это будет возможно. Пока в салоне Лисы опоздание компенсировалось хорошими средствами и правильным тоном. А у нее всегда с этим проблемы, ибо ей зачем-то делают желтые у Лианы, возникла серьезная проблема с макияжем. Я не знаю, для меня реально в салоне намного важнее то, как относится мастер, то, как относится администратор. И с этой точки зрения у меня в салоне было все, ну, просто идеально. Очень приветливая девушка-администратор. Очень заботливый, прекрасный, просто визажист. Он такой пусечка. Он так переживал, у него аж руки тряслись, мне так хотелось его поддержать. Я, правда, делала это как могла. Извиняюсь, конечно, за то, что не получилось. То есть, прям, как там. Ой, я даже не помню, как там. Я сейчас просто чуть-чуть добавил градиенты и вытянул форму по вашему настроению глаза, чтобы глаз визуально был уж, ну, такой азиатский глаз. У нее еще после фиолетового желтенький идет. Не будем с вами проблять желтенький? Есть, есть, просто он у меня не такой нос. А, но он есть, да? Я это добавлю в конце, после. Хорошо. Ну, я с бровями больше всего мучаюсь. Когда сама себя крашу, это прям вообще самая нелюбимая часть. Мне кажется, они у меня такие непослушные. Особенно, когда вот нужно реально к мылом там или клеем зачесать, чтобы нарисовать что-то поверху. Вот так торчит. Ну, глаз действительно немножко жесткий, но если примерно длиться, нет проблем. Мне не проблемно. Вам не проблемно, да? Я, кстати, в ширине добавил еще. Да, да, вижу, чтобы у нас глаз больше было. Да, мне нравится. Единственное, наверное, вот менее четко сделала линию начала, а так прям по форме мне все нравится. И в ширине, мне кажется, с таким макияжем прям точно надо будет. На самом деле, может, я странно, но для меня намного важнее, как общаются с клиентом, даже нежели чем сама услуга. То есть сама услуга, это, конечно, уже очень важно, но для меня важнее, как общаются люди. Ну, просто надо адекватно тоже воспринимать мастер ситуацию, мы же не более просто, действительно, бывает предпринимаешь свои возможности. Нет, вообще все отлично. Тем более, когда, ну, действительно сложный макияж, когда он новый для вас. В любом случае, идентично, невозможно повторить чужую работу. А вас заранее предупредили, показали, какую фотографию вы будете делать макияжа? Или, там, сегодня просто показали? Заранее. Заранее, да? То есть вы могли хотя бы полетки с собой, да, дополнительно сделать цветами? Только вот то, что у вас есть. Я сейчас писалась с Лисой и не только начали делать макияж. Я там, честно, не представляю, что сейчас происходит, в каком она недоумении. Просто потому, что у меня потом планы прям впритык, ее будет стать человек из-за того, что она опоздает. Не, все нормально. У нас есть маленькое преимущество, потому что Лиса записана на 2, и у нее еще и опоздал мастер. Поэтому преимущество у нас с вами есть по времени. Я просто так влюбился процессом, что... У меня только просто клиентка, только 4 часа. Ну, до 4 у нас точно времени нет? Нет, нет. Да, конечно. Приятно, что можно было пораньше приехать. Это здорово. А можно я от себя добавлю в образ? А что хотите добавить? Ну, допустим, там, хайлайтеры красивые. Да, да, конечно. Здесь прям все такое матовое достаточно, но я бы поиграл с фактурой. Давайте попробуем. Главное, только не рисуйте у меня сколы, потому что я их всегда, наоборот, скрываю. Все, супер. Мне очень любят, прям нравится вот это, что у меня сколовая линия есть. У вас и так вот такие хорошие. Я бы делал это чисто как нащек румян. То есть румян такой. Ну, да, да, да. Это уже своего рода сколовая коррекция. Не больно? Не, 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 в этом плане еще есть пока не. Я привыкну к боли, так что... Я обращаю внимание даже, да. Да, я привыкну к боли. Пока получается так, и мне пока все отлично. Белые штучки. А, белые штучки, да, которые вот эти вот, да, да. Да, 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 аля, я стесняюсь. Самые внимательные увидят тут не аниме стесняшу, а просто белую траву туда-сюда. Но тут, конечно, мой косяк, ибо в салоне я не заметила, что полоски идут одна туда, другая сюда. Тут сама я обосралась, поэтому никаких претензий к мастеру у меня нет. А мы на подвижный век еще что-то тоже белое будем наносить? Или на подвижное уже не будем? На подвижное... Не, не, я просто спрашиваю, не то, что нужно, просто интересно. Ну, просто вот этот белый пигмент, он серый-белый. Вы про подвижные веки имеете вот это? Нет, вот это вот. Вот это. Просто интересно, я поняла, что нужно. А, стрелка. А, стрелка. Тут сейчас как раз блеск, да, добавили, который немножко? Или покочнели? Слегка, да. Ну, он не прям-таки, не будут блестки, а будут просто перелив легкий. Но я еще не доработала. Да, я вижу. Блин, пока реально очень похоже на то, что на картинке. Это еще пока не готово. Внимание, мы наблюдаем беспрецедентный случай. Мне нарисовали стрелки, учитывая особенность моего века, и это была не я. Первый раз кто-то нарисовал, мне их хорошо. Я сразу тушу и прокрашиваю нижнюю стрелку. Ой, стрелка прям вообще потрясающая. Ну, наверное, одни из самых лучших стрелок, которые мне, которые вы рисовали на снимке. Я не шучу. Мне предложили добавить голубой кавиал. На самом деле, не очень понимаю, зачем он нужен. Потому что макияж достаточно яркий. Но так как мастер все еще не лажал, и мне, в принципе, все нравится, что он делает, я дала добро, почему бы и нет. На камере прям еще клево выглядят. Вблизи прям смотреть его. Издалека не очень видно, но вот вблизи, а это как раз то, что нужно, это прям выглядит мне нравится. Стрелка прям четкая. Если вы обратите внимание, мне не нарисовали уголочек, то есть стрелку в уголке глаза. Сначала нарисовали, но получилось довольно грязно, и мы с мастером решили, что лучше стереть. Такой милашки, говорит, нет, если вы настаиваете, я нарисую. Я говорю, нет, что, конечно, я ни на чем не настаиваю, все в порядке. Вот, поэтому у Лисы еще в оригинальном макияже здесь еще есть уголочек. У глазика у меня его нет. У меня там, я так иначе, график, конечно. Написано свое, но... В плане фотошоп какой-то? Да. Да, мне кажется, там немножко есть, но стрелки они не тронуты фотошопом. Ну, в плане вниз они там точно есть. Наверное, я не буду делать грязь, если можно. Снизу сейчас приберу. Нанесу сюда консилер и выровняю стрелку. В плане вниз не будем рисовать стрелку? Не, я ее нарисую, просто я сейчас нанесу дополнительный консилер. А, да, конечно, конечно. Мы с моими визажистами не считаем, это не те же простые. Мы вот пытаемся нарисовать такую стрелку, вот, как у Лисы, но это, конечно, непросто. Все же нормально? Да. А у вас же есть лаудер, да, тушь? Да. Ну, это же такая. У меня, конечно. Кстати, обратите внимание, что, ну, все хорошие дозожисты, они используют вот эти вот штуки, ну, я не знаю, как называется, щеточки. Но, при этом, вроде как, сама тушь, смысл уже в щеточке, нет? Я просто этого реально не понимаю. Что мы в имеете в виду? Есть ли разница какая-то между вот вашей щеточкой, например, вот этой? Ну, посмотрите по форме. Я вижу, да. Они между собой, вот, не сильная разница. Ну, а так вообще разница в щеточках есть. Все-таки есть, да? Ну, если брать другие какие-то туши. Конечно. Ну, кстати, это самая универсальная обычная щеточка. Потому что она самая нормальная, не силиконовая, не еще, да? Вот. Но этой щеточкой прокрашивать не суперудобно, но так как у нас... Ну, да. Не будешь же лечь вот этой вот штукой всем в глаза. Это, знаете, как паучьи лапки. Да, я просто хочу посмотреть, чтобы... Конечно, мастер очень переживал. Еще произошла супернеловкая ситуация. Он забыл взять гелевую подводку или любую другую подводку. Надо рисовать стрелки, тем более, такие, без подводки. Ну, просто нереально почти. Лиса сказала, что она рисует бы их не карандашом, а просто жидкой подводкой и берет фломастер. Не знаю, что она имела в виду под словом фломастер. Да, тоже есть. У меня порой валяться было, конечно, в вашей кассе. Это все было бы жидкой подводкой, как раз, да? У меня мастер наставит, чтобы мне сейчас сделать прическу. Просто как бонус, чтобы образ смотрелся завершенным. Да, я в вашей власти. Так тоже хорошо все. Наверное? Вообще не переживайте. Честно, я не понимаю. Лиса мне сказала, что это суперлегкие стрелки. Я не знаю, как она их делает за несколько минут, потому что у меня визажист пытался мне нарисовать их несколько раз, стирая, опять рисуя, опять стирая. Как Лиса это делает? Я требую мастер-класс. Больше всего я боялась того, что не будет пигментированных стеней, или будут только какие-нибудь шиммерные, или вообще возникнет какая-то проблема. Но нет, все нормально. Да. Чтобы вы понимали, я была очень зла, что мой визажист так сильно опоздал. Я была просто уверена, что я сейчас ее раскритикую, потому что я не смогу сохранить трезвый рассудок, и буду просто беситься. Я ненавижу, когда опаздывают. Тем более, я ненавижу, когда опаздывают люди, которым я плачу за услуги. И как бы, ну, у меня же план есть определенный, четкий. Но, как вы видите, в целом я пока что абсолютно всем довольна. Желтый, на самом деле, всегда во всех палетках очень слабо пигментированный. Очень слабый. Colourpop, у нее их штук восемь. Да, их штук восемь, это видно. Разных цветов. И они как бы Colourpop матовые. Я вам делаю с этим. Еще от этого зависит. Ну, если хотите, мы можем заменить желтый на какой-то другой цвет. Давайте заменим. Давайте заменим, если желтый не такой пигментированный. Честно, мне было максимально не ломко, что мне предложили сделать укладку, потому что она бесплатная, и я вообще пришла на другую услугу, но мастер хотел, чтобы все было максимально хорошо, и чтобы образ смотрелся завершенным. И мы сделали бесплатную укладку, но мне было, конечно, просто супер неудобно из-за этого. Можем прям с вами больше даже розовенького. Мне кажется, нужно румяшки добавить. И потом палочки эти нарисуем еще. Ух, шуты желтые. А мы с вами будем что-то с бровками делать? Да, я их почешу и подкрашу. А можно нам так разговаривать? Тут, конечно, еще справедливо будет сказать, что мы делали мне макияж 3 часа. То есть я пришла в салон в час, я уже села, и в 4, может, в 5 я встала. То есть мы прям ровно 3 часа делали мне макияж. Это, конечно, дольше, чем полтора часа, но... Все, я вышла из салона. Сейчас сюда в такси. Расскажу. Фух. Короче, все, я вам сейчас расскажу. Все, я уже еду к Лисе. И он был свит. Понимаете, да, в таком деле сейчас я еду встречаться с друзьями, но что больше всего меня интересует, это то, что я сейчас встречусь с Лианой и посмотрю, как накрасили ее. Но, честно, я не думаю, что накрасили лучше, потому что, наверное, это вообще первый макияж из всех, что когда-либо мне делали в таком вайпе, который, ну, он норм. Все равно я считаю, что я себя сделала лучше, этот образ, но он объективно очень хороший, и вот, честно, мне не к чему придраться. Посмотрим, что у нее. То есть мне еще сделали укладку, вы видите, все вообще хорошо. Бонусом сделали укладку. Он говорит, макияж для вас будет бесплатный. Я говорю, нет, вы что, конечно, ни в коем случае. Я плачу, вообще даже не обсуждается. Он говорит, ну, тогда мы сделаем вам скидку. И в итоге у него макияж вышел еще там на тысячу рублей, на девятьсот рублей дешевле. То есть макияж в итоге всего две сто. то дешевле найти в салон просто не получилось, потому что такие макияжи, они считаются художественными, и их сложно сделать. Ну почему ты не хочешь мне показать себя? Ну почему ты не хочешь показать мне себя? Алена! Алена! А что с тобой вообще такое? Можно узнать? По-моему, у меня все красиво. Чего? Ты прикалываешься? А мне нравится, а тебе не нравится? Тебе нравится? Да. Мой в этот раз определенно лучше, чем твой макияж. Ну вы сами просто посмотрите на это все. А тебя не смущаешься? Окей, давай на твой. Тебе не смущаешь, что я с укладкой? Да, почему ты делаю укладку? Тебе дополнительно полная самокладка решили сделать? Да. У тебя просто такой тон лица, как будто бы... Ну, ты кукла. То есть очень много тона. Я просто так люблю, поэтому я всем... Ты так любишь? Поэтому, честно, у меня к макияжу реально претензий никаких нет, ребята. Я честно думала, что мой макияж лучше, чем у Лианы в этот раз. Вот. Но давайте вы скажете свое мнение. Ну, у тебя явно больше похож на оригинал, чем мой. Это 100%, да. Ну да. Ну нет, у тебя прям он очень грязный, честно. Причем, у меня был очень клевый визаж, очень милый. Причем, у меня был очень клевый визаж, очень милый. Причем, у меня это не то вообще, нет. Какой ты считаешь лучше? Твой, который ты сама делаешь или этот? Конечно, который я сама делаю. Который сама делаешь, да? Да, но этот макияж почему мне нравится? Потому что здесь соблюдена вообще вся схема моя. Да, это правда. Постреление мое абсолютно. Мне не очень нравятся брови, но в целом не очень нравятся. Это просто исключительно моя как бы там фигня. Да, вполне. Потому что, алексивно, они норм. Можешь поближествовать, да. Тон норм. И даже нижние ресницы мне нравятся, как сделаны в плане вот эти реснички. Но я как-то сделала по-другому, но в целом реально я ожидала гораздо худшего. Поэтому у меня претензий мой. Нет, слушай, реально хорошо. У тебя хорошо, мне нравится. У тебя... Как тебе желтый сделали такой насыщенный у меня? Конечно, вот если бы... Сделай поближе. Потому что у меня была палетка Colourpop. Точно такой же, как у нас у меня сделала. А, Colourpop. Все, у него не было Colourpop, я поняла. Так что, ребят, пишите ваше мнение. На камеру объективно твой лучший в этот раз. И удивительно, тебе за час сделали макияж. То есть я была три часа в салоне. Я была в салоне три часа. Я в шоке, что у нас обеих был визажист-мужчина. Как это вообще совпало, господи? Как это случилось? Реально офигеть. Слушайте, на самом деле, реально очень удивительно, что вот в жизни я, Лисе, это уже сказала, когда мы выключили камеру. На мой взгляд, ее макияж выглядит плохо, потому что очень много цветов. Смотрите, какое потрясающее небо на патриках. Очень много цветов. Очень оляписто, очень цветасто. То есть вообще совсем очень непривычно для меня видеть Лису в таком образе. У меня, конечно, совсем не та цвета передача, с ее макияжем. У меня, конечно, совсем по-другому. У меня более носибельно в жизни. У Лисы неносибельно для жизни вообще. Но прикольно. Ну, короче, в жизни... Че, все, блядь, все, лиса сделает за то что-нибудь. Что, что?